Глава региона высоко оценил уровень подготовки федерального Сабантуя, который проходил в Ульяновске 17-18 июня. Центральные площадки Сабантуя посетили более 70 тысяч человек, в числе которых делегаты из 52 регионов страны. В рамках Сабантуя мы продолжили укрепление межрегиональных связей с нашими соседями из Татарстана, заключив соответствующее соглашение с главой республики Рустамом Нургалевичем Менихановым. Делегация Ульяновской области успешно приняла участие в работе 25-го Петербургского международного экономического форума. По итогам переговоров и встреч объем инвестиций по новым и уже реализуемым проектам составит 3,5 миллиарда рублей. В перспективе результаты работы на форуме оцениваются не менее чем на 18 миллиардов рублей. По итогам четырехдневной работы на площадках форума Ульяновской области заключены соглашения, которые можно принципиально разделить на две категории. Первое – это соглашение об инвестировании в Ульяновскую область, в том числе по сохранению и расширению существующих в регионе производств, о чем вы, Алексей Ильич, уже сказали. Также я хочу подчеркнуть, что с НТК групп мы заключили соглашение об инвестировании в нашу область. Порядка 500 миллионов рублей создание 200 новых рабочих мест. Проект предусматривает производство нефтегазового оборудования. С 20 июня в Ульяновской области проходит неделя национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. На территории региона сегодня зарегистрировано более 42 тысяч объектов малого и среднего предпринимательства. Более 28 тысяч ульяновцев зарегистрировались в качестве самозанятых. Центральным показателем национального проекта является увеличение количества занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Данный показатель на территории Ульяновской области уже перевыполнен с начала года и составляет 192 тысячи человек, занятых в секторе малого и среднего предпринимательства. Это почти одна треть занятых в экономике регионов. На штабе также обсудили состояние рынка труда в Ульяновской области и миграционные процессы трудовых ресурсов. Миграционная убыль населения сегодня сменилась на миграционный прирост. С начала года в Ульяновскую область прибыло более 24 тысяч человек. Вместе с тем есть и те, кто предпочитает работать вахтовым методом. Условия, которые по мнению опрошенных являются определяющими при выборе работы вахтовым методом за пределы Ульяновской области, высокая заработная плата, отсутствие работы по месту жительства, официальное трудоустройство, удобный график. 67% опрошенных готовы рассмотреть трудоустройство на территории Ульяновской области при заработной плате 40-50 тысяч рублей. В Ульяновской области ведется укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания. Всего таких учреждений в регионе насчитывается 38, 33 из которых с круглосуточным пребыванием людей. Износ зданий и инфраструктуры составляет сегодня около 50%, поэтому ремонты уделяют большое внимание. Одним из приоритетных направлений является строительство жилого корпуса с пищеблоком в селе Водоразск на 270 мест, который мы реализуем в рамках национального проекта «Демография». На строительство данного корпуса будет в общей сложности выделено 919 миллионов рублей. Из них около 800 миллионов – это средства федерального бюджета. Строительство мы закончим к октябрю 2023 года. 22 июня Ульяновск присоединится к Общероссийскому дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны. 25 июня в Ульяновске с размахом отметят День молодежи. Подготовка к этим социально значимым событиям идет полным ходом. Ульяновцев приглашают принять участие в мероприятиях, посвященных этим событиям.